Увидеть улицы Саранска Комментарии к каждому городскому виду. Читатели смогут узнать, что располагалось на том или ином месте. Книга посвящена памятной дате юбилею Саранска. В этом году столице Мордовии исполнилось 380 лет. Работу над изданием начали больше 15 лет назад. Полтора десятилетия кропотливой научной и архивной работы. Тысячи страниц просмотренных материалов и писем. Много фактов забытых и закрытых написаны в этой книге. Издание помогает проследить вехи биографии воевод, предводителей дворянства, предводителей саранского земства, а также обычных местных жителей, которые ходили по улицам города многие годы назад. Книга охватывает, можно сказать, весь мир. Фотографии и материалы приносили потомки коренных саранских жителей. Так и присылались из США, Франции и многих других стран, где живут наши земляки. Не было точно указано даты, когда сделал этот фотограф, какой фотограф. А мы постарались не только эти сведения найти, но и написать, что с правой стороны были дома жителей таких-то, таких-то. С левой стороны жили такие-то, такие-то дома, такие-то были магазины. И поэтому это очень большой такой архивный пласт. Пришлось сравнивать, например, списки поквартальные, списки саранских избирателей 1910-го года, 1917-го. Образы старого саранска. Уникальное издание. Оно откроет каждому читателю портал в прошлое и позволит полюбоваться улицами столицы Мордовии в исторической ретроспективе. Слушаю вас и даже испытываю какую-то зависть. Насколько вы увлеченные своим делом люди. Были какие-то события, которые вас буквально потрясли? Открытие, какая-то фотография, какое-то свидетельство, которое раньше было малоизвестно или совсем неизвестно. И вдруг это вот раскрывается в ходе вот этой работы. Есть такие примеры у вас? Ну да, есть такие примеры. Я вот уже работаю в музее больше 25 лет. Еще когда издавался альбом, о котором мы говорили 20 лет назад, в Саранской уездной, тогда еще тоже стал вопрос вот о людях, жителях города Саранска. И в частности, вот о председателе Земской управы, о городских головах. И вот можно сказать, что более 20 лет я искала, например, две фотографии. Так, так. Это, значит, очень известный Владимир Карлович Лилинфельд. В общем-то, все любители старины, любители краеведения. Сразу это имя, оно ассоциируется с памятником Александру Сергеевичу Пушкину. А вот это известно, что он подарил бюст Пушкина, что он был инициатором создания этого парка, который ныне носит имя Пушкина. Вот. И о нем много, в общем-то, писали. Он приехал из столицы и тоже Ивана Дмитриевича Воронина. Опубликовано письмо, значит, председателю земской управы Владимира Карловича Лилинфельду, Саранскому городскому главе Матвея Васильевича Сарамятникова, где он как человек столичный пишет, что нужно сделать для развития города, какое поставить освещение, какие сделать мостовые. Вот. Там, ну, очень много пунктов, даже вот, чтобы у вокзала ночью извозчики дежурили. Вот. Потому что ночной поезд в Саранске было, значит, два поезда. Он приходил в три часа ночи и в восемнадцать там с чем-то. А вот. И вот найти фотографию, это была очень большая задача. Ну, нужно сказать, что вообще все фотографии дворянства, они очень редкие. Потому что, ну, было такое время, когда эти люди подвигались репрессиям, ссылкам и так далее. Я искала вот фотографию его и вот фотографию городского главы Фалилеева, вот, как я уже сказала, более двадцати лет. Вот. И вот только благодаря современным средствам массовой коммуникации обнаружились его потомки. Вот. Одна линия, она живет в Москве. Вот. А вторая линия, как бы, за границей. Это Швейцария, вот. Это Англия. И они нам прислали вот, наконец-то, фотографию Владимира Кадловича Лилинфельда, которую мы опубликовали. И когда вот мы, значит, я подбирала эту книгу, я вдруг увидела неизвестную совершенно фотографию, которая у нас была, хранилась в музее. И просто было написано, ну, жители Саранское. И вдруг на этой фотографии мы видим, что в центре как раз сидит Владимир Кадлович Лилинфельд, уже в возрасте, в годах. Вот. И мы понимаем, что это состав Саранской земской управы. Вот. И здесь мы говорим вот не только о Саранске, как о городе. Надо не забывать, что это Саранск был центр всего Саранского уезда. И как бы он выполнял функции такой же вот столицы, как и сейчас, да. Это было очень много обязанностей. Председатель, конечно, земской управы, это тоже был фигурой такой очень-очень значимой. Вот. Такая же ситуация с фотографией Дмитрия Федоровича Лилиева. Мы тоже все краеведы знают, что это отец известного художника, гравера. Больше известен, конечно, художник Вадим Дмитриевич Валилеев тоже. Ну, где человек? Ну, он был, вот он жил. Ну, вот куда был? Было просмотрено очень много даже метрических книг. Потому что даже установить годы жизни – это очень большая проблема. Вот. И надо знать, к какому приходу человек относился, где он жил приблизительно, в каком году он умер, да. Потому что годы жизни – это тоже много. Мы не можем понять, вот был человек, а сколько ему было лет, когда он руководил городом. Были очень молодые городские головы. Ему было 30 лет, например, 32 года. И вот тоже фотография Фалилеевых, она тоже, ее следы – значит, одна линия в Москве, вторая линия в Соединенных Штатах Америки. Вот. Поэтому это было вот то, что вот я искала очень-очень долго, скажем так. Вот. И когда видишь фотографию, уже как-то и биографию легче писать, уже представляешь человека. Ну и, как вот сказал Дмитрий Викторович, это вот, понимаете, издание – это попытка соединить альбом и научное издание. Потому что если уйдешь только в одни фотографии, это тоже вот такой пустой, получается, немножко альбом. Такой семейный фотоальбом ни о чем. Если писать очень научно, это отвлекает, конечно, отвлечет покупателей. Нам бы вот как хотелось, чтобы люди, которые приехали в наш город, купили это подарочное издание, и они поняли, какие были церкви, какие были улицы, что была гимназия женская, что было реальное училище. Очень общественная жизнь была. Вот, конечно, мы некоторые факты повторяем. Вот, например, опять же, возвращаясь к саранским жителям, всем известно, что вот было общество любителей изящных искусств. Это тоже известный факт. Но, оказывается, еще ранее было организовано Саранское пожарное общество. Вот, тоже это, тоже как бы забота жителей о городе, да, когда добровольно. Они были пожарники, которые содержали городское право, но их явно было мало. А это Саранское пожарное общество, там 70 человек. Они добровольно учения, значит, проходили. Вот, и как бы спасали город от пожаров. Совершенно вот новый материал Саранское медицинское общество в 911 году тоже. О нем никто никогда не писал. Вот этот материал нашелся вот в фондах нашего музея, в архиве врача Березины. То есть люди, они читали всевозможные лекции. И когда вот читаешь, меня, например, поразило, ну, понятно, что в те времена очень много читали они лекции по борьбе с туберкулезом, по борьбе с трахомой. Но одна из лекций, она носила такое название, спинно-мозговая анестезия в Саранской уездно-земской больнице. 911 год. 911. Да, 911 год. Это вот было Саранское медицинское общество, которое, ну, выполняло функции такие курсы повышения квалификации. То есть они собирались, врачи лучшие, и они учили сельских врачей, земских докторов. Это был обмен опытом. На благотворительной основе. Да, это, в общем-то, на благотворительной основе, да. Они сами были членами общества, они, значит, у них был обязательный взнос вступительный, ну, видимо, там кто-то сколько мог, и они вот на эти взносы покупали литературу медицинскую, которую распространяли среди жителей деревень. Они купили волшебный фонарь, и с помощью вот этого фонаря они читали лекции, куда вот приглашали жители города. Вот эта вот спинно-мозговая анестезия, она меня поразилась. Все те люди, которые нам писали, ведь они иногда присылают фотографии и иногда тоже просят посмотреть, нет ли в фондах музея и еще их предков, да, других фотографий. Но в силу того, что, например, они нам присылают фотографии, которые нам неизвестны, соответственно, да, мы, как Светлана Анатольевна сказала, производим обмен фотографиями, которые им неизвестны, да. И иногда мы помогаем друг другу атрибутировать тех или иных людей на фотографиях. Например, когда там семейный портрет, у нас есть один человек, мы знаем, кто это, да, а на фотографии, например, он есть со своей женой или со своими детьми. И эта фотография, поскольку она была сугубо семейная, она осталась в семейном архиве, она в музей не попала в свое время, да. То есть иногда, когда фотография попадали, могла быть не вся легенда записана. И вот подобное общение, оно очень помогает. И, по крайней мере, изначально, вот подобная переписка, она может вылиться сначала в какую-то небольшую статью научную, да, научно-популярную, например, там, о почтальонах саранских или еще не важно о ком, да. А затем при вот обобщении всего накопленного эта статья может стать частью какой-то главы книги или фотоальбома. И именно так мы и работали. То есть вот все прежние наработки, которые были, которые связаны с жизнью людей, и жизнью зданий, храмов, монастырей, архитектуры, учебных заведений, любых-любых-любых, да, все это мы сначала собрали. Потом мы произвели очень жесткий отбор. И, конечно же, вот опять в этом жестком отборе нам помогали вот такие находки, помогали письма людей. Поэтому, безусловно, конечно, вся эта переписка, она будет продолжаться и дальше, однозначно. И будем надеяться, что эта переписка, эта работа будет таить еще очень много новых открытий, новых фактов. Да, даже вот открываются такие интересные факты, когда прислал письмо дворянин Панов, и, значит, я ему, ну, конечно, их потомок, да, дворянство Панова. И я, значит, ему сообщаю, вот у нас есть тот и тот, а вот у нас еще есть выписка свидетельства о браке. Человек в 60 с лишним лет женился на молоденькой девушке. Для них было открытие. Он мне пишет, какая вторая жена, да, то есть это такое восклицание было. Вот, то есть бывают такие неизвестные факты. Вот, уж не знаю, как дальше сложилась судьба со второй женой, но, тем не менее, вот мы ему помогли. И поэтому, конечно, да, это вот то, что сейчас не вошло в книгу, это все остается в фондах музея. У каждой вещи, в музее, у каждой фотографии есть легенда, есть история, откуда, что, кто изображен, кто прислал, какое отношение имеет с тем человеком, который прислал. Это, в общем-то, материал, который будут, может быть, использовать уже будущие сотрудники музея. Вот, и вот такой обмен, вот, действительно, он произошел на примере семьи Кубанцевых, Валилеевых. Вот, то есть я им посылаю фотографии из нашего музея, они мне присылают свои фотографии, пополняются и фонды музея, пополняется, в общем-то, их семейный архив. И многие, да, даже делают вот открытия, что мы не знали, например, что там был еще брат, еще был какой-то племянник, что вот они похоронены в Петропавловском мастере, например, те же Кубанцево, городской голова города. Поэтому фотографий много, но вот, как Дмитрий Викторович сказал, понимаете, вот мы старались показать разные слои населения, наиболее известных людей. То есть вот семья Токаревых, о которой известны, это наши основатели библиотек, семья Кузовкова, который был, значит, квитером Спасского собора, он был директором банка, там тоже у него дочь, она вышла замуж за писателя малышки, на них тоже написано, да, ну вот мы показали фотографию, расписали все. Конечно, семья Ивана Дмитриевича Воронина, можно увидеть фотографию маленького Ванечки, да, с родителем, очень трогательная, имя которой теперь носит наш музей, в общем-то, известный самый краевед, его книга «Саранская», она, конечно, еще для многих поколений будет источником новых и новых сведений. Вот, ну и как бы вот фотографий гимназисток, у нас их очень много, но мы понимали, что мы это не можем поместить, и мы помещаем в Саранскую гимназию первые, которые у нас есть, 1890-е годы, и последние, которые у нас есть, да, 1917-й год, то есть там немножко раньше идет первый выпуск Саранской гимназии. То же самое реальное училище, мы помещаем первую фотографию мальчики и первый выпуск реального училища, вот, и в то же время, вот я говорю, хотелось новую информацию дать, вот, кстати, по реальному училищу мы написали известных таких выпускников, вот, и среди них оказался, значит, художник Антон Черков, это основатель советского постконтуративизма 20-х годов, вот, и как бы даже вот я нашла, кто был учителем его рисования, это был учитель Москинский, вот, а отец, значит, Антона Черкова, он работал преподавателем уже в городском училище, то есть вот это имя, вот эта семья, она требует еще каких-то таких, скажем, дополнительных исследований, вот, ну, и там вот, например, еще в городском училище был, значит, учился Кузьмин Владимир Федорович, который закончил наше городское четырехклассное училище, казалось бы, провинциальный город, потом он дальше поступил учиться, но самое интересное то, что в итоге он явился автором учебника по Пензенской губернии, по которому потом учились все дети, в том числе и в нашем городском училище, вот этот учебник, он даже выдержал два издания, вот, это тоже коренной житель Саранской, об этом как-то в факте было, ну, скажем так, неизвестно, вот, поэтому вот совместить научно-популярные, вот это все очень трудно, и науку, и сделать популярное издание, чтобы оно легко читалось, чтобы оно воспринималось, чтобы прочитал одну страницу и захотелось читать дальше. Но есть ли какие-то мысли, задумки, еще неких форм уже вообще в музее по пропаганде того наследия, которое у вас есть? Стартует проект «Саранск. Другой взгляд». Серию новых авторских тематических экскурсий подготовил кандидат филологических наук, заместитель директора Краевеческого музея имени Воронина и автор исследовательских работ по истории средневекового города Дмитрий Фролов. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про этот проект, что он из себя представляет, какие новые маршруты будут доступны гостям и жителям Саранска? Добрый день. На самом деле, что значит новые маршруты? Все новое – это хорошо забытые старые. Горожане не слишком хорошо знают город. Что уж говорить о гостях, которые приезжают в столицу современной Мордовии. Именно поэтому, а также в силу того, что памятников архитектуры осталось у нас не так, чтобы много, было решено разработать серию авторских экскурсий для того, чтобы показать город с другой стороны. Ведь многие люди, которые живут здесь, даже и не подозревают, что здесь, на этом месте мы стоим с вами где? В Казачьей Слободе, на самой окраинной улице. И если говорить о 17-м столетии, то практически здесь город заканчивался. Мы стоим с вами на самой-самой границе города. И вот сегодня мы пройдем через Казачью Слободу. Выйдем к ныне несуществующему, утраченному, еще в самом конце 18-го столетия, Петровско-Богородицкому монастырю. Я покажу, где он находился, расскажу его историю. Затем мы пройдем до несуществующей ныне Покровской церкви, которая обозначала границу между Стрелецкими и Казачьими Слободами. Зайдем и, конечно же, к Стрельцам. Посетим обязательно Стрелецкую церковь Иоанну Богослова. Узнаем историю чудом сохранившейся Владимирской иконы Божьей Матери, которая прославилась чудесами с конца 17-го, начала 18-го столетия. И которая удивительным образом дошла до нас. Также ее история будет предложена для посетителей. Ее новая история документальная, которая была написана на основании архивных и музейных источников. Также мы пройдемся через территорию Кремля, узнаем, где находился наш Кремль. Я покажу на карте, где стояли угловые башни, где была главная, где были проездные башни. И затем пройдемся по переведенной Стрелецкой и Слободе до старого здания музея, до Трехсвятской церкви и Пугачевской палатки. Не могу не задать этот вопрос, что на вас сейчас надето и почему в таком необычном облачении вот эту экскурсию вы будете проводить? На мне одежда городового стрельца, потому как стрельцы и казаки были основной категорией служилых людей и жили рядом с Саранским Кремлем. Посадская слобода к концу 17-го века не была слишком большой по разным документам до двухсот с небольшим дворов. То есть посадские люди, кто занимался ремеслом и торговлей, основным контингентом, основным населением города были, конечно, служилые люди. Я думаю, что костюмированные экскурсии – это достаточно традиционная на самом деле форма работы. И здесь мы не делаем ничего сверхнового, что не делаю в других городах или в других музеях. Но другой вопрос, что, например, наша костюмированные экскурсии – это не просто какой-то взятый среднестатистический персонаж. Как правило, если вы упомянули о костюмированной экскурсии, прогулке с саранским стрельцом, мы берем судьбу конкретного саранского человека, конкретного саранского стрельца. И он показывает людям и рассказывает о том, каким был город не только в 17-18 веке, но ведь и город 20-го века. Он не сильно вырос от города конца 17-го столетия. То есть для чего мы сделали эту большую работу с планами вначале? Чтобы показать, что город, он на самом деле не сильно изменился. Ну, если не брать микрорайоны, конечно. Он чуть-чуть вырос к северу, немножечко вырос к западу, совершенно незначительно к югу, а восток ограничивал река Инсар. И вот в таком своем размере город, он жил, да, то есть он жил первые практически три века. И те слободы, которые сложились в 17-м веке, они к концу 18-го века, они стали только более активно взаимопроникать в друг друга, да, и люди стали переселяться где-то местами, меняться. Но, тем не менее, в документах, в архивных документах, очень часто, даже в 19-м веке, люди вспоминают о том, кто из какой слободы вырос. И поэтому, когда вот такая экскурсия идет, я расскажу, что вот здесь была, да, Стрелецкая Нагорная слобода. Мало кто знает, что Иоанн Богословской церкви, в самой древней здании Саранск, она находится в Стрелецкой Нагорной слободе. Это Стрелецкая церковь, да, ее построили саранские стрельцы. Ну, понятно, что, наверное, при помощи неизвестных благотворителей. И опять, ну, мало кто помнит, что это не просто самое старое здание города, это первое каменное здание города. Вот об этом мы тоже, конечно, на факте пишем, что это самое первое каменное здание, которое было построено в городе, и, к счастью, наверное, только промыслом божьим, иначе я никак не могу это сказать. Это здание сохранилось, потому что было столько попыток в 30-е годы, да, и в последующие годы к его закрытию и совершенному уничтожению, что это просто чудо, что это здание осталось. И мало того, ведь наш музей, к счастью, сохранил значительную часть того колоссального культурного наследия, которое копилось в этом храме. Да, ведь те священные предметы, которые вкладывали туда саранские стрельцы и наши предки, например, у нас есть Евангелие из этой церкви 17-го столетия, подписанные, что приложено к церкви анбогослов, что в саранский город. И мы эти Евангелие показываем в нашей постоянной экспозиции музея, потому что это тот артефакт, который связывает нас через наших предков непосредственно с нашим городом, с конкретным историческим местом, да, с конкретным историческим храмом. Вот почему эта церковь так любима всеми старыми горожанами? Да потому что, когда в советское время она была одна открыта, нас всех там крестили, да, нас всех крестили там. Большую работу провели по исследованию практически каждой иконы, которая происходит в собрании музея из этого храма и которая находится сейчас в этом храме. Там две иконы находятся. Вот мало кому известно, что, например, Анбогослов, который находится с правой стороны у главного предела, он когда-то находился в первом иконостасе. Вот это удалось выяснить при работе с актами поступления при закрытии храма в 1938 году. Документы 1938 года открыли, что вот данная икона была почитаемой, находилась в местном ряду иконостаса и так далее. То есть, вот когда рассказываешь еще историю с этой стороны, оказывается, что для практически подавляющего большинства даже жителей Саранска, не то что гости, она неизвестна. И вот такая живая история от первого лица, она, конечно, вызывает интерес. И мы, безусловно, подобные костюмированные экскурсии будем продолжать, потому что они пользуются спросом и они радуют жителей. То есть, это не сухое академическое повествование, привычное нам. Конечно, нам проще действовать в академической манере, как сказал Светлана Анатольевна, мы можем идти по городу и говорить, что вот здесь было и это, здесь находилось такое-то здание, здесь находилось такое-то училище, вот на этом месте стоял такой-то храм. Так нам, рассказывать, безусловно, проще. Но так ты, перевоплощаясь, конечно, примериваешь на себя и какую-то актерскую, безусловно, маску, да, позволяешь себе некоторые другие, более живые обороты, которые, тем не менее, позволяют удерживать внимание. Посмотрите еще раз внимательно на план. Я хочу, чтобы вы запомнили, что Саранские улицы располагаются не на пустом месте и что люди здесь жили с самого фактически основания города. Вообще, формат экскурсии предполагает погружение в Саранск 17-18 веков. Пройтись по современным улицам города и попробовать представить себе, что было здесь несколько столетий назад. В своей экскурсии Дмитрий Фролов показывает старые карты, фотографии каких-то древних артефактов и подробно рассказывает о том, чем жили люди в то время. А теперь, дорогие друзья, чтобы показать, что Саранск не... Вы идите вокруг меня, смелее, да, чтобы вам было слышно, что в Саранске была такая же жизнь, и я вам даже больше скажу, жизнь кипела здесь удивительная. Да, ложка есть, да, ложка. Случится опять к чьему-нибудь костерку прийти, как говорили, у чужого костерка греется, а у меня и ложка своя, мир вам и мы к вам, да. А хлеб да соль, а ты подальше стой. А вот всяк могли гостю ответить. Так что какой год желанный, нежеланный, поэтому тут все с собой носилось. Что еще с собой носилось? Ой, у меня есть такой предмет-загадка, вы по-другому никогда не догадаетесь. Ну, может, это понятно, отрезать чего? А это что такое? Натре? Не-не-не. Был на Москве, за турецкий поход воевод подарил. Маграду, да? Нет, конечно. Это копоушка, невежая, в ушах ковырятся. Конечно. Все, ручки-то никто не чистите, оттого и слышите, верно, плохо. Ножки, я понимаю. Нет, нет, это копоушка, видите, лопатка такая, в ушах копать. Вот, надо бы, ну, тут много чего иного, вот тут маленькая сумочка. А сумочкой у меня вам что-то? Денюшки. Денюшки, денюшки. Страшно вам некоторые денюшки-то показывать. Так вот, да. Ну, чай, ручки-то, вон, какие у вас? Загребущие. Загребущие. Эн-то, знаете, чего? Копеечка. Копеечка. А полушка? Это Ефимок целый, невежа, сразу денег не видала. Ефимок, это наземская деньга. Левок это, видишь? Голландский, это речь, левиндальдер, о как. А у нас всех Ефимками зовут, как Ехимсталлеры. В таком Ефимке 68 копеек. Обалдеть. Копейки две деньги, а в деньге две полушки. В аннотации книги написано, что эта книга и для любителей кривей, и для истории студентов, реконструкторов. И в том числе она будет полезна экскурсоводам. Потому что, когда мы говорим, вот эту фразу на этом месте было, то теперь уже мы можем показать именно это место, как оно выглядело, да, и жители могут, и гости города могут сравнить, как оно изменилось. То есть вот мы старые фотографии не только дали старые названия, да, но мы дали точное описание, вот какая часть улицы изображена на снимке. То есть если это, значит, верхние базарные, нижние базарные, то есть даже по тексту можно понять, где это место находится сейчас. И как бы используя современные мобильные телефоны, и какие-то планшетники, экскурсовод уже может показать вот этот старый Саранск. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо вам за то, что нашли возможность быть сегодня. Мне было очень интересно общаться. Я думаю, что такое же мнение и у наших зрителей. Это была программа Гой Студии на канале НТМ. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова